Кемерово.ру Кемерово позволит нам сделать дополнительную полосу, по которой будет двигаться транспорт в прямом направлении. О тех девушках, которые выбрали для себя лето с автоматом в руках. На месте шага. Марш! Лето – здоровая пора. Где в городе можно проверить и вылечить свой организм? Сначала первое движение какое? Центральные зубки. Вот неправильно. Как не тратить деньги на отдых и заработать себе на ноутбук? Даже если вам еще нет восемнадцати. А также вы узнаете о технологической революции в консервативной библиотечной среде. Лето – пора отдыха, отпусков и поездах за город. Вот и одна из тем сегодняшней программы соответствующая. Сегодня мы расскажем, где лучше всего проехать. Да так, чтобы и быстро, и с комфортом. Но не все уезжают отдыхать из города. Мы расскажем о тех, кто с удовольствием проводит время в черте областной столицы. А также о тех отдыхающих, которые еще не доросли до управления автомобилем. Внимание! Изменения на дорогах. В Кемерове со вторника изменилась схема движения транспорта на улице Милицейская и улице Рудгерса. Планируется, что это позволит нам снизить нагрузку на улицу Суворова, на участке от Милицейской до Серпантина, до улицы Логовой. В связи с тем, что транспорт поедет не в объезд, а прямо в прямом направлении, прямо до ДК Шахтеров. И там по улице Логовой будет двигаться в сторону Кузнецкого моста. Надеемся, что пробок в городе станет все же меньше, а водители будут все больше внимания уделять знаком дорожного движения. Но это про новые знаки. Дальше про новые полосы движения. Город проектировался еще во времена, когда автомобиль был скорее роскошью, нежели просто средством передвижения. Тогда и предположить не могли, что в 2013 году в стране с населением чуть больше 140 миллионов. Каждый третий будет автовладельцем. В России их сейчас больше 50 миллионов. Дороги проектировали тогда, но решать проблему пробок нужно сейчас. Совсем скоро самые оживленные магистрали областного центра станут шире. В этом году в городе намечены большие объемы работ по ремонту дорог, озеленению, обустройству остановок и подходов к ним. На это в 2013 году направили полмиллиарда рублей. Сейчас в городе заканчиваются работы на улице 50 лет Октября. Перед пересечением с Красноармейской в сторону проспекта Ленина вместо трех полос появится четыре. Теперь правая полоса будет для поворота налево и движения прямо. Вторая только прямо по улице 50 лет Октября, а третья и четвертая для поворота налево в сторону цирка по улице Красноармейской. В настоящий момент, когда у нас есть только три полосы движения, с краней правой полосы разрешено движение прямо и направо. И транспортное средство, которое поворачивает направо, в соответствии с краном дорожного движения, вынуждено пропускать пешеходов, которые пересекают проезжую часть, разрешая 17 опоры. В результате чего образовываются транспортные задержки. И для этого, чтобы исключить транспортные задержки увеличивающие способности, производятся эти работы. Также работы по уширению дорожного полотна ведутся на улице Сибиряков-Гвардейцев от Тухачевского до Терешковой. 600 метров дороги стоит 35 миллионов рублей. Ведут дополнительную полосу и при повороте с Тухачевского на улицу Двужильного в сторону микрорайона Южный. Улицу Нахимова капитально отремонтируют и уширят на четырех перекрестках. От Рокитянского до Шахтеров. Четыре километра дороги обойдется областному бюджету в 70 миллионов рублей. Отмечу, что для удобства граждан, дабы не создавать пробок, работы ведутся только ночью, когда количество транспорта на улице минимально. В планах у дорожников уширение улицы Автозаводской, проспекта Кузнецкого и улиц Артельной и Григорьева. Каникулы строгого режима. Без телефонов, интернета и телевизора. В лагере Солнечный началась военная смена. Обстановка у памятника погибшим кузбассовцам, что на Пионерском бульваре, была под стать проводом в армию. Проводить в летний лагерь пришли друзья и родители. В лагерь Солнечный заступает новая смена разведчик. Начинается она с торжественного возложения цветов и напутственных слов военных. Это не возложение цветов, это отдание воинской чести тем ребятам, которые с честью и до конца выполнили свой воинский долг по защите нашей Родины. Это священное место. Ребята отдали самое дорогое, что есть у каждого. Отдали свои жизни ради того, чтобы мы могли жить. Когда-то в Афганистане мы говорили, что мы будем жить за себя и за наших погибших ребят. И на сегодняшний день мы увековечиваем память наших героев. Чтобы и ребята, те, которые пойдут служить и защищать нашу Родину, знали, что если им придется с оружием в руках до конца выполнить свой воинский долг, они не будут забыты своими братьями, ветеранами, жителями нашего города, благодарными. Они будут жить в наших сердцах и в нашей памяти вечером. Упор сделан в первую очередь на дисциплину. Спать некогда. Утро четко по расписанию. Начинается со строевой подготовки. Последняя шеренга. Что опять у тебя не так? Ты ногу тянешь. За месяц ребятам предстоит полностью пройти курс молодого бойца. Интенсивная физическая подготовка, разбор автомата на время с филигранной точностью, безупречная строевая и даже курс шитья. За месяц, как говорят вожатые, ребят будет не узнать. По своему опыту они говорят, что за одну летнюю смену ребята становятся ответственнее дисциплинированней и взрослей. Здесь им предстоит стать полностью самостоятельными. Даже подшивать воротнички им предстоит самим. Благо, у некоторых эти навыки в крови. У меня отец в ВДВ служил, но я не... Не знаю, но у меня это... Постополам отца. Обязательно подняться, держите в армию. А вот некоторые вояки в подшивке воротничков имеют явное преимущество. Разве мы еще вам не сказали, что лагерь не только мужской? Инициатива некоторых депутатов нашла отклик в девичьих сердцах. Целый взвод. Почти 50 человек. Исключительно девушки. Но повлажек никаких. В армии все равны. А значит, выполнять нормативы надо на мужском уровне. Как оказалось, девушки выполняют задания иногда даже лучше парней. Мы женские, однако, девушки сюда рвутся. Их у нас 41 человек. Хотя в прошлом, позапрошлом году было по 25 по 30. И то есть и девушки наши оказываются иногда выносливее, чем молодые люди. Девочки у нас подтягиваются, отжимаются. Сдают тест утром. И один из самых главных нормативов. Они бегут в марш-бросок через крапиву, через лиса, через бровь. И первым, самым выносливым дают берет в конце сезона. Также в конце сезона самые выносливые, самые дисциплинированные и самые активные, в общем, самые-самые получат возможность прыгнуть с настоящим парашютом. Ну а пока у ребят есть еще целый месяц на то, чтобы доказать, что именно они достойны взмыть в небо и почувствовать себя российским десантником. Продолжение следует...